Огромная прибыль без всяких рисков и не вставая с дивана. Звучит наивно, но обещая именно такой способ обогащения, владельцы инвестиционной компании умудрились вытянуть из клиентов почти 3,5 миллиарда рублей. Так считают следователи. И вот дело о финансовой паутины дошло до суда. Почему фирме удалось продержаться на рынке столько лет, разбиралась Александра Мостовая. Сколько вы потеряли денег? Полтора миллиона. Я потеряла почти 8 миллионов. А вы? От двух до нескольких десятков миллионов. Обманутые клиенты КЮБФ в ожидании процесса в Пресненском суде Москвы. Но главные антигерои действия прошли в зал заседания, не замечая потерпевших. С камью подсудимых делят бывший гендиректор компании, внук экс-председателя Центробанка России Станислав Матюхин, глава Санкт-Петербургского офиса Алексей Голубев и юрист Евгения Россиева. Когда-то их объединило общее дело. Теперь у них общая клетка. Станислав, вам есть что сказать по поводу обвинений? Вам людей не жалко? Еще один эксперт в области пирамидостроения, директор сети региональных филиалов КЮБФ Владимир Пахомов. Он, в отличие от коллег, все это время находится под домашним арестом. В суд явился в сопровождении адвоката. При виде телекамеры тут же отвернулся, хотя еще пару лет назад любил выступать на публике. Приезжал в регион, устраивал тренинги и встречи с потенциальными клиентами. Уверял, что лично проводит инкассацию. Теперь лицо показывать стыдно. Вам есть что вообще сказать по поводу обвинений? Компания КЮБФ работала на рынке 10 лет, пока у нее не отобрали лицензию. За это время менеджеры вытянули из вкладчиков больше 3,5 миллиардов рублей. Финансовая паутина раскинулась от Москвы до Новосибирска, Тюмени и Уфы. Людям обещали, что их деньги будут крутиться на мировом фондовом рынке. Но крутились они, по мнению следствия, только на офшорных счетах. Они обещали прибыль до 20% в долларах ежегодно. Что это организация, которая работает в соответствии с правом. Сколько потеряли денег? 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов? 32 даже тысячи. 20 лет копила. Вот так. Работала на двух работах. Пока в деле фигурирует около 500 потерпевших. Но их количество продолжает расти. По словам обманутых клиентов, в реальности их не менее двух тысяч. Среди них оказалась даже балерина Анастасия Волочкова. Она принесла в Кьюбев 3 миллиона рублей. Но связываться с Примой аферисты побоялись. Владелец Кьюбев Роман Шпаков даже лично перед ней извинился. Когда мне этот Роман Шпаков вернул деньги, он мне стал звонить дальше. И говорить о том, что теперь мы просим развернуть ситуацию обратно. То есть, чтобы я стала говорить, что это хорошие, добрые люди. Что они готовы со всеми рассчитаться. Поймите, туда вложили деньги не только те, у кого они были большие. Туда вкладывали деньги и пенсионеры, и малоимущие. Я же уже сказала людям правду. А теперь как я должна? Переобуться? Это не мой путь. Это не по-волочковски. Сам Роман Шпаков сейчас в бегах. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно. Как и большинство других бенефицаров финансовой пирамиды. Судебный процесс над вероятными участниками большой аферы пока в самом разгаре. Но, судя по всему, обещает быть долгим. Топ-менеджеры и сотрудники компании QBF, которые, по версии следователей, незаконно присвоили себе миллиарды, не считают себя виноватыми. В суде их адвокаты будто намеренно затягивали процессы и выступали против съемки. В итоге заседание перенесли на 20 ноября. Тем временем обманутые клиенты все еще надеются вернуть свои деньги. Александр Мустаев, Дмитрий Фролов и Кирилл Крючко. Вести, дежурная часть.